Мы начинаем работу конференции с доклада о самом раннем археологическом объекте, о поселении Ковякова-1 Ковяковской археологической культуры. Этот памятник исследовался впервые в прошлом году под руководством Георгия Петровича и моим в том числе. И при изучении этого памятника проводилась археологическая практика. Всего достоверно Ковяковской археологической культуре у нас на территории округа относятся 4 археологических объекта. Ковякова-1, Ковякова-2, Печнисап и Барсова-гора-2-9. Из них Барсова-гора-2-9 практически полностью была раскопана. Правда, ее до последнего радиоуглеродного датирования категорически не хотели относить к неолиту, а относили к поздней бронзе по причине наличия там плоских днищ. Хотя ни одного бронзового предмета не найдено было. Вывод о том, что Барсова-гора-2-9 относится к эпохе бронзы, был сделан на основании торсологического анализа керамических абразивов. Алик Сашенко сделала заключение, что они использовали для заточки медных или бронзовых инструментов. Весьма странный вкус от датирования. Тем не менее, были получены радиоуглеродные даты. Теперь мы имеем почти, так скажем, полностью, насколько сохранилась Барсова-гора-2-9, раскопанный памятник. У Каюкова-2, укрепленного поселения Каюкова-2, доклады делались неоднократно. В двух словах, это круглоплановое укрепленное поселение с крестообразной планировочной структурой и плоскодонной керамической посудой. Сфероконические сосуды с плоским дном. Сосуды сплошь арментированные, некоторые из них отступающие, в основном, в технике отступающей палочки. И вот, у укрепленного поселения, или пока еще не раскопанная Качнисад-2, мы имеем только планировочную структуру, круглоплановую, и, так скажем, один шуб. И вот, в прошлом году, нами были получены, был написан грантовый проект, и получены грантовые средства на раскопки поселения Каюкова-1. Стационарный памятник ранее шурфовался. У нас были из шурфа получены незначительные керамические материалы, небольшой коллекции фрагментов, и в 2019 году взяты образцы угля. Тем не менее, стационарные раскопки памятника проводились впервые. Каюкова-1 находится на водоразделе рек Большой Солым и Большой Юган, в окрестностях озера Большое Каюково. На южном берегу Суходольной Гривы, вот его локализация, в непосредственной близости от поселения, укрепленного поселения Каюково-2. Внешне Каюково-1 планировочная структура археологизированных сооружений выглядела достаточно обычной, вроде даже хаотичной. Вопрос, который стоял в задачах исследования Каюково-1 и Каюково-2, это синхронные археологические объекты, они существовали одновременно или существовали последовательно, поскольку они относятся к одной археологической культуре, по признакам, по крайней мере, по керамическому материалу. Вот это вот небольшой отрок Гривы. Второй задачей было определить, по крайней мере, попытаться определить, на берегу какого водоема находились эти объекты. Эти поселения. То есть сейчас перед нами верховое болото. С северной стороны Гривы довольно большое озеро, оно так и называется Большое Каюково. Раньше оно явно было намного больше, то есть это было гигантским озером. А что же было с этой стороны Гривы? Это проточный водоем, река, это было озеро. Это мнение, несмотря на исследования болотоведов МГУ, несмотря на отборы образцов болотного грунта, которые были взяты в 2018-2019 году во время комплексной экспедиции, так и не привели нас к единому мнению. На берегу какого водоема находились эти поселения. Чем же жили там? Ну вот немножко подетальнее. Хотя вот уже здесь, на плане, все-таки видно, что жилища, остатки жилищ, впадины от них, выстроены, ну, по крайней мере, в два ряда. Но, это можно в том числе отнести к тому, что они, в принципе, расположены на, так скажем, на узком мысу, вытянутом. Итак, хромология памятника. В 2019 году были получены, ну, скажем, этот шур 1999 года. Оттуда были из стенок взяты образцы, и они были датированы в Киле, в университете Христиана Альберта нашими коллегами, германскими археологами. Это Абайс-Дар. То есть на сегодняшний день мы практически уверены в том, что Каюково-1 относится к самому концу 7-го, 1-й, 3-й, 6-го тысячелетия, что, в общем, на 100% совпадает по радиоуглеродным датам с укрепленным поселением Каюково-2. Практически так же, как и Каюково-2, у Каюково-1 по результатам исследований определён как однослойный памятник, функционировавший в узкий промежуток времени, то есть не более 100 лет. Вот таким вот образом были наложены раскопы на два сооружения. Ну, конфигурация немного странная, может показаться на плане, но на местности у нас была задача во-первых, не рубить лишних деревьев, поскольку памятник находится близ хантыйских юрт, и местные жители ну, не то чтобы очень грозно, но просили радикально не менять ландшафт. Поэтому мы большие скопления деревьев обошли. С другой стороны, зная о шурфу, зная о том, что котлован сооружения 4 очень глубокий, и мы не то чтобы не сталкивались с такими сооружениями, не совсем было понятен на момент раскопок уровень грунтовых вод, и возможно ли будет вообще полностью раскопать это жилище. Поэтому раскопки первой носили в большей степени рекогносторожный характер. Ну, в общем, ничего, так скажем, на верхних уровнях фиксации ничего экстраординарного мы не увидели. Это всем, так скажем, кто копает песчаные памятники, вполне себе известная, так скажем, планиграфия, затеки во впадину подзольные. Значит, но на более низких уровней фиксации стали проявляться достаточно интересные очертания. Но это общее впечатление, так скажем, во плане. Я бы хотел бы, скажем, показать стратеграфические разрезы и детали. Самое интересное здесь это детали. Значит, что было выявлено в результате? В результате было выявлено два сооружения. Значит, одно сооружение, которое первоначально получило номер 4, изначально, так скажем, выглядело как землянка с глубиной котлована метр шестьдесят метр восемьдесят от разных уровней погребенного дерна и размерами 4,90 на 5, и 4 метра. То есть, практически 25 квадратных метров. Если мы это перемножим на объем грунта, то это получится значительный объем примерно 10-12 камазов десятитонников вынули грунта для выкапывания котлована этого жилища. Ранее ни на одном из памятников каевиковской культуры жилища столь углубленными котлованами не фиксирует. Каевикова 2 глубина котлована не превышает 0,8 метра от уровня погребенного дерна. То есть, впервые углубленное жилище это новый архитектурный объект. Жилище сгоревшее совершенно однозначно. Об этом я скажу еще позже немножко. вот так выглядит культурный слой внутри постройки 4 то есть и в стенке и в плане хорошо фиксируется углевский слой насыщенный крупными фрагментами угля перемешанными и вот здесь мы видим уже так скажем статографический разрез участка стены. Очень хорошо видим пол к сожалению наверное не очень хорошо видна цветопередача однако скажу здесь хорошо заметил пол вот она тонкая серая прослойка пол да потом у нас идет еще один углестный слой вот это тот слой серо-розовый да то есть довольно мощный слой прокал но самое интересное не в этом это перемешавшись конструкцию угла северо-восточного угла этого сооружения и выше этих конструкций слой здесь это к сожалению не дает возможности хорошо передать но тоже идет розовая прослойка прокаленного песка поверх которой идет еще один слой углестый я на это пока обращаю внимание потом так скажем еще раз акцентирую уже на следующей фотографии если они перелистаются вот это довольно хорошее очертание и отличную информацию мы получили в секторе 2 где был выявлен юго-западный угол построек 4 и оставьте конструкции вот вы видите достаточно хорошо фиксируется прямой угол и даже фиксируются ряды угля остатки от вертикальных конструкций несъемной ополубки фиксирующей грунтовые песчаные стен фиксируются вот именно в этом углу было зафиксировано остатки деревянной сгоревшей плахи обратите на нее особое внимание значит вот здесь видите здесь цветопередача бурая да вот это слой прокаленного песка сверху мы видим остатки деревянной конструкции вага лето настил и пола и прямо на ней лежит фрагмент керамического сосуда это заполнение котлована жилищ а вот эта прослойка углестная она находится еще выше следующий слайд нам покажет уже эту прослойку в соотношении с полом вот у нас уровень пола всем хорошо известна вот эта серая супи а вот здесь вот эта полоса обратите внимание это полоса прокаленного песчаного слоя причем она сохранилась именно в виде вот такой узкой прослойки буквально это вот не более 10 сантиметров здесь у нас идут мелкие уголечки то есть остатки конструкции на которых она лежала а сверху вот здесь вот это вот это остатки той самой плохи на которой лежал фрагмент то есть что мы видим мы видим остатки перекрытия то есть понятно по конструкции пол с темы перекрытия сверху на перекрытие гидроизоляцию явно которая должна была быть неважно какая интересная она была или шкур лежал слой гнета грунтового гнета и этот слой в результате пожара прокалился от чего мог прокалиться слой гнета над кровлей но только от того что поверх вот этого слоя лежали еще плахи лежали плахи на стил какого бы то ни было пола зачем сверху жилища делать деревянный пол у нас возникла такая гипотеза что скорее всего над сооружением над землянкой была еще одна постройка было еще одно помещение скорее всего имевшее тоже деревянный пол деревянные стены и что важно именно в нем осуществлялась основная жизнедеятельность потому что основной археологический материал находки распространялись были распространены за пределами жилища или сверху его заполнения взгляните еще на один слайд вот здесь заканчивается эта же прослойка прокаленного песка то есть это у нас кровля вот этой землянки а вот выше идет еще один еще одно углестное прослойки примеси другого материала примеси находок каких-то иных эпох или радикально отличающегося неолитического термической посуды не обнаружено то есть все это единовременно существовавшее и единовременное сгоревшее сооружение за пределами сооружения постройки номер 4 был обнаружен достаточно мощный слой углистого песка углистой супеси вот таким образом он выглядели то есть это полутора метрах в полутора двух метрах от южнее котлована постройки мощный углистый слой который шел широкой полосой раскапывая поселение укрепленное поселение Харикова 2 мы обнаружили за пределами сооружений канаву углистую канаву которую впоследствии интерпретировали как остатки оборонительных сооружений но здесь она была здесь не было ярко выраженной канавы здесь была просто полоса мощного углистого слоя которая могла посмотреть соотношение это угол постройки это полоса углистого слоя она на разных уровнях фиксировалась по разному то есть изначально вначале полоса шла здесь потом постепенно уходила по склону вниз везде во всем пространстве раскопа керамический материал был однородный так немножко чтобы было не голословно мое заявление об однослойности памятника я прибегусь по керамической посуде вот термической посуде характерной для ковиковской археологической культуры то есть это сфера конические сосуды с плоским дном важной чертой что является аргументирована вся поверхность по краю венчика идут давление пальцами или палочки то есть венчик имеет серебристый край плоские днища также с серебристым краем в основном это горизонтальная орнаментация но в принципе орнаментация судя по вот этому сосуду здесь идут орнаментация ромбами взаимопроникающими ромбами но преимущественно этой керамики была орнаментация с горизонтальных орудия шлифованное орудие никаких иных орудий кроме шлифованных нет поликлиния и вот впервые было обнаружено такое небольшое орудие которое интерпретировали как шлифованную стамеску но уж неугольный узкий край отсутствие удара с этой стороны не позволяет говорить что это был клин скорее всего это была какая-то стамеска по каким-то деревянным работам что важно все больше никакого археологического материала то есть нет кроме орудий деревообработки как и на ковиково 2 нет скребков нет наконечников стрел все орудия обнаруженные связаны только с деревообработкой скорее всего с домостроением вот распространение этих распространения материала то есть вот здесь у нас в районе постройки 8 и основная концентрация материала была в районе южной стены остатков южной стены постройки номер 4 внутри в заполнении как видите котлована находки находок очень мало и они единичны еще не меса дополню таким образом мы попытались восстановить рельеф в рамках помимо ароскопов было проведен зонтаж болота была сделана вот такая сетка и на основании отбора образцов грунта под болотом построен вот такой рельеф ну вот за три недели работы нам удалось отобрать порядка 30 образцов и построить вот такой вот болотный рельеф везде здесь практически везде здесь в кернах мы зафиксировали то есть керны отбирали отбирали только части керна с уровня контакта торфа и подзола фактически то есть там была углестная прослойка и везде вот здесь на всем пространстве только один керн был с длинной и этот керн значит расположена вот эта вот часть все остальные керны с песком то есть нельзя сказать что здесь был водоем да водоем очень далеко поскольку сформировался подзор и на подзоре сформировался свой лесной подстилки который в керне выглядел в качестве удовольствия ну давай довольно удаленное расстояние поселения от какого бы то ни было водоема возможно ну крайне в ту сторону возможно расширение нам позволит так скажем вывесить может быть где-то ближе бы еще водоем но вот такая вот так скажем производительность в дальнейшем вот так вот это вот сочетается с современным рельефом местности достается пока загадки не совсем понятно развивалось ли было ли что-то дальше у поселения или нет но вернемся нашим стенам они все-таки более интересны почему мы говорим о стене и какова могла быть ее конструкция ну во-первых всем совершенно археологам с опытом понятно что уголь просто так в слое к тому же достаточно мощный слой угля взяться не может это безусловно остатки сгоревших каких-то конструкций но если на Каюково 2 у нас имелась достаточно четкая канава то здесь таковой канавы обнаружено не было здесь какой-то сплошной развал вот в этой связи возникла гипотеза что значит была с наружной стороны строений была также деревянная опалубка какая бы то ни было стена которая должна деревянная деревянная опалубка которая должна удерживать грунтовую стену но скорее всего отсутствие какого-то котлована свидетельствует о том что эта опалубка была сделана на растущих деревьях то есть заняли промежутки заложили промежутки между растущими деревьями каким-то набором брюзен который впоследствии сгорел и сформировал разваливавшись разваливаясь сформировал вот такую широкую полосу углистого слоя по склону на этом основании мы сделали предположение что все поселение калюкова 1 могло иметь вот такую наружную стену наружную опалубку грунтовых стен которая возможность имела оборонительный характер в том числе как на укрепленном поселении калюкова 2 таким образом мы в итоге исследовали получили впервые данные о еще одном укрепленном поселении но уже с иной архитектурой я вначале говорил о проблеме соотношения калюкова 1 и калюкова 2 были они синхронны или были они одновременны мне кажется что архитектура является важным показателем того что эти поселения были синхронны если бы поселения существовали последовательно наверное архитектурная традиция в короткое время наследовалась бы одна и та же здесь мы имеем дело поселение калюкова 1 и калюкова 2 с двумя так скажем разновидностями архитектурной традиции то есть если во первых разная планировочная структура разная архитектура жилищ впервые были получены сведения о возможном мы ничего не утверждаем мы пока еще предполагаем слишком мало сведений для уверенности о том что как минимум сооружение номер 4 имело надстройку над котлованом спасибо за внимание 얼마Rh сколько вторая воз twice до годом с вы о в какое ф среды Продолжение следует...